Владимир Зеленский сказал, что весь мир хочет видеть Россию на мирных переговорах. Об этом он заявил, рассуждая о повторной конференции по модели швейцарской платформы. «Киев не может идти против желания столового мира сесть за стол переговоров», — сказал Владимир Зеленский. «Поскольку весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против», — заявил лидер Украины в интервью французскому каналу. Сейчас Киев планирует подготовить документ по итогам первого саммита в Швейцарии, назначив дату для украинских дипломатов и попросить зарубежных партнеров сделать то же самое. Зеленский хочет, чтобы уже в ноябре у страны был документ, в котором будет заявлено о территориальной целостности и суверенитете. Вопрос территориальной целостности должен решать народ страны, считает президент Украины. В ответ на вопрос о возможности отказа от части территории ради завершения конфликта Зеленский сказал, цитата, «Вы должны понимать, что ни один вопрос, касающийся территориальной целостности Украины, не может быть решен одним президентом, или одним человеком, или всеми президентами мира без украинского народа. Это просто невозможно. Это противоречит Конституции Украины». Также Зеленский объяснил, как ПСУ допустили продвижение русских. Он привел несколько причин. Украина подготовила 14 бригад, чтобы обеспечить ротацию и дать воюющим отдохнуть, но из них укомплектованы были только три, что не смогло остановить наступление. «Бригады пустуют», — пояснил Зеленский, поблагодарив западных партнеров за оказанную военную помощь. «Возвращение территории, сказал президент Украины, стоит много времени и человеческих жизней. Он предположил, что вернуть их военным путем не получится». В офисе президента Украины говорили о готовности Киева к справедливым переговорам и отмечали, что к такому диалогу не готовы власти России. Кремль в курсе заявлений Киева о возможности проведения переговоров, но конкретику пока никто не предложил, — сказал пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Он назвал заявление Зеленского и офиса президента Украины с холастикой. «Российская сторона открыта для переговорного процесса», — подчеркнул Песков. Владимир Зеленский также рассказывал о планах пригласить российскую делегацию на второй саммит мира и допускал, что приглашение получит президент Владимир Путин, вопреки утвержденному президентом Украины запреты на переговоры с ним.